Ну что, продолжаем наше выживание, часть 5. Так, в прошлой серии, в четвертой, мы с вами здесь улучшили наши автолеты. Да, я сделал немножечко перестановочку, переехал на новое место. И чтобы понять, что дальше будет здесь происходить, почему у меня вместо маленькой хибитки вот такое вот огромное здание, и почему я его так вот строю, не конкретно почему я строю пирамиду, мне просто нравится такая форма, а из-за чего я делаю огромное помещение и переношу потом все туда. Из-за того, что если бы это было на Марсе, то все наши автолеты, все наши постройки просто бы испортились из-за того, что есть буря, и они повреждались. Так что нам нужно будет с вами вот такое вот помещение закрытое. Если это на Луне, то в принципе можете строиться, как вы хотите, особенно если вы начали просто играть и разбираетесь с механикой. Так что давайте смотреть, давайте в этой серии сегодня построим дипмайнер. улучшенную печку, потом смешаем газы для этой печки, добудем газ, получается, вот для, где ты находишься, вот для нашей газовой горелки, где ты горелка, вот. Добудем вот этот газ, который мы с вами работаем, и сделаем с вами очки, которые помогут нам смотреть, где находится руда. Так что давайте начинать, буду постепенно, не спеша. Да, посмотри четвертую серию, и ты поймешь, что все здесь, что у меня сейчас находится, это я уже делал в предыдущей серии. Вот, перенес я сюда все наши автолаты, перенес сюда принтеры электроники, поставил сюда батарейку, занес сюда маячок, поставил зарядное устройство для батареек, и, в принципе, ничего, шкафчики. А вот эта вот халабудка, она у меня стояла на улице, я просто ее перенес внутрь. Да, внутри здесь я делаю, если я нахожусь на Марсе, либо на других планетах, я просто здесь закрываю дверку, делаю полный вакуум, полностью здесь делал полный вакуум. Вы можете посмотреть, что справа снизу, там где температура у меня 0 градусов, и здесь находится полный вакуум, так что здесь я никогда ничего не делаю, ни кислород, ни атмосферу. Ну, она здесь, в принципе, просто не нужна. А делаю в этой вот комнатке, где у меня стоит, будто я таки, вода. Вода как раз мне нужно будет для того, чтобы пить, и плюс для наших растений. Но к этому давайте мы еще вернемся. Будем приступать к постройке автолата. Так, что нам понадобится? Нам понадобятся вот такие вот вещи. Нажимаем рюкзак, берем дипмайнер, вот дипмайнер нам понадобится. Потом понадобятся электронные компоненты. Нужно будет листали 20 штучек. И нужно будет 2 штуки центрифуги. Плюс 5 мотков кабеля, если не ошибаюсь. Так, где нам найти дипмайнер? Дипмайнер находится у нас в автолате. Но только в улучшенном. Заходишь, спускаешься вниз и ищешь. Вот набор центрифуга. Нужно будет 2 штучки. Спускаешься вниз. И находишь, находишь, находишь. Дипмайнер, где ты находишься у нас. Вот он находится, дипмайнер. Для него понадобятся металлы. Сплавы. Сплавы мы делали в прошлой серии. Вон той обычной печке. То есть ты можешь посмотреть. И это тоже делается все очень просто. Потому что мы улучшали с помощью вот этих вот слитков. Делай с вами константалн, электровый, припой, сталь. Это делается все на маленькой обычной вот такой печке, не улучшенной. Так что, давайте приступать. Так, нам понадобится с вами наш дипмайнер. Берем его в руки. Так, дипмайнер, дипмайнер. Нет, погоди, он сюда у нас не влезет. Да, тогда нам нужно сделать будет маленькую перестановочку. Сейчас мы возьмем в руки ключик. Раз, два. Здесь я просто его уже ставил. Проверял, будет ли работать система, либо не будет. И из-за этого он уже сюда не становится. Потому что ему мешает вот это вот отверстие. Так что мы делаем вот так. Переносим кубик сюда. Переносим кубик сюда. Берем металл. Зашиваем. Выключаем. Все. Берем дипмайнер. Нажимаем правой кнопкой мыши. И он становится у нас вот как раз сюда. Видишь, слева стрелочка смотрит на меня. Вот таким вот образом оно здесь и становится. Так. Потом что нам нужно? Берем в руки с вами газовую горелку. Ну, вводим и смотрим. Листали. Правая рука. Берем листали. Включаем и строим. Есть. Моток кабеля. Опять штучек. Берем в руки моток кабеля. И что нам еще нужна будет? Отверточка. Все. Берем отверку. И закончили. Так. И еще нам осталось электронные компоненты. Просто электронные компоненты в руки. Да, по-моему, ты берешь. Вместе с отверткой. Все. Построили. У нас готовый дипмайнер. Вот тут он включается. Нужно будет подвести к нему. Сейчас еще будет электричество. И у нас будет все готово. Так. К этому дипмайнеру нам нужно еще будет построить сейчас с вами две центрифуги. Берем в руки центрифугу. Нажимаем право. Это как и у буковкой С. Чтобы у нас смотрела вот эта вот стрелочка. Видишь, стрелочка на меня. Вот сюда мы ее устанавливаем. Раз. Берем вторую центрифугу. И сюда мы устанавливаем ее два. Потом в руки берем листали. И здесь, по-моему, ему нужно только листали. Так. Включаем. Ага. Разводной ключ. Листали. Хорошо. Раз. Два. Газовая горелка. И листали. Отлично. Раз. Два. Подключили. Пекарная центрифуга у нас тоже с вами установлена. Только нужно было ее... Ага. Я ее не подогнал полностью. Хорошо. Сейчас тогда разберем. Нужно будет подогнать ее под провода. Как тебя разобрать? Как тебя разобрать? Болгаркой. Хорошо. Дрель. И ломик, да? Да. Отлично. Подгоним его как раз вот. Все, да. О. Желтым стало. Отличным. Так. Что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну, напомню. Разводной ключ. Хорошо. Раз. И газовая горелка. Два. Отлично. Теперь по поводу транспортировки. Как нам отсюда, чтобы с дипмайера попадала в нашу центрифугу, нам нужны будут вот такие вот штуки. Сейчас мы их с вами доделаем. Потому что там нам не хватит. Они, по-моему, находятся у нас. Транспортировка. Находятся в изгибателе труб. Если я не ошибаюсь. Набор. Транспортировка. Труба. Нужно железо. Железо, железо, железо у нас есть. Да. Давайте сделаем пару штучек. Я думаю, наверное, штучек 10 можно будет сделать. Если что, потом доделаем, если будет мало. Хотя, по идее, должно хватить, не знаю. Давайте 10 на крайняк, потом доделаем. Так. Берете в руки нашу транспортная труба. Нажимаете один раз правой кнопкой мыши. И смотрите, колесико мышки, когда вы крутите на себя, возменяются, получается, разные трубы. Видите, вот с окном. Я всегда ставлю здесь окно. Так. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Все. Мы поставили с окошком. Из-за чего? Из-за того, что я люблю смотреть, как оно работает, либо не работает. Потом, чтобы соединить с нашей центрифугой, что нам понадобится. Давай это мы разберем. Раз. Два. Вот вывели, да, вот транспортную трубу. Вы можете ввести ее, в принципе, не знаю, если захотите поставить здесь себе этот, как его, центрифугу, можете ввести куда хотите. Так, мне удобнее, чтобы оно было. Так, так, давай запрыгнем. Спасибо. Нажимаем правой кнопкой мыши, поднимаем вот так, чтобы было видно, и крутим, чтобы было понятно, что нам нужно будет сюда поставить. Где эта штука? Где эта штука? Вот. Нам понадобится вот такая вот. Со стрелочками, видишь? Стрелочка идет вперед. То есть, она отсюда будет идти в центрифугу, и стрелочка идет налево. Справа вон написано, как она называется. Может подсчитать. Опа. Соединили. Если не ошибаюсь, соединили, да? Так. Давай еще раз. Правой кнопкой мыши. И смотришь. Сейчас стрелки идут на меня и идут в эту центрифугу. Устанавливаем. Все. Есть. Здесь нам нужно установить будет вот такую вот штуку. Называется транспортная труба. Нужно, чтобы она смотрела. Получается, в нашу центрифугу. Вот. Есть. Все. Теперь мы подключаем с вами провод к электричеству. Где наши кусочки? Вот наши кусочки. Протягиваем провод. Все. Отлично подключили. Да. Сразу говорю. Сейчас мы это запрячем. Сразу говорю, что вот такой вот системы. С такими вот шестью панельками обычными. И таким аккумулятором не хватит на вашу систему. Это будет садиться батарейка. То есть в любом случае нужно будет немножечко добавить. Ну, чтобы она у нас работала 324 на 7. Это я уже проверял. И это уже знаю. Так. Дальше. Из нашей центрифуги. Как делаю я? Здесь можно поставить, конечно, склад. И оно будет все на склад к вам подать. Но я делаю вот такой вот кубик. Вот такой вот кубик делаю. Потом покажу, откуда у меня столько всего этого находится. То есть не читерил, ничего. Все. Законно добывал. Вот здесь нам нужно будет с вами установить вот такая транспортная труба-раздатчик. Нажимаете и ищите транспортно-трубовая с окном, соединение, транспортная труба-приемник, транспортная труба-раздатчик. Вот, устанавливаете вот эту вот транспортную трубу-раздатчик. Вот так. Дай, 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 дай. Все, отлично. Теперь отсюда с центровоги она будет падать сюда. Потом что я делаю? Это если, к примеру, я там нахожусь на Марсе. Я просто закрываю, либо на других планетах, и могу спокойно себе дальше строиться и не париться, что если пойдет шторм, то у меня повредится мой запас, и плюс он не улетит. Да, руда тоже повреждается от бури. Так что, давайте смотреть, что тут дальше. Подходите к нашему демайнеру, нажимаете процесс этот небыстрый, процесс этот небыстрый. Нажали, он начал у нас копать. Она сейчас будет с вами поступать вот такая вот смесь. Давайте мы ее с вами. Можем смесь сразу заслонить вот сюда. Здесь Закрыть его вот так. Потом, когда ваш дипмонер накопает вам руду, у вас заполнится полностью вот эти все окошко, ну вы увидите. Потому что, так же самое, производство, оно тоже медленное. Отключаем нашу центрифугу. Сейчас оно раскрутится, наберет свои обороты. Начнет процесс. Так, у меня аж было, видели, да, я положил сюда 24 смеси. Вот у меня 24 как раз и есть. И вон справа 7%, 8, 9, это то есть начинается обработка. Начинает крутиться, начинается обработка. Оно сейчас немножечко быстрее пойдет, так что не переживайте. Да, на дипмайнер вам нужно будет как раз две центрифуги. Вот такую систему, если вы сделаете, то как раз вам хватит за по глазам. Так, начало крутиться. Сейчас, когда дойдет до 100%, вы увидите, что у нас все с вами работает. Опять же, процесс не быстрый, не рассчитывайте на то, что у вас, к примеру, за полчаса наберется вот такое вот количество руды. Нет, нужно будет подождать. Все, 100%. У нас появилась с вами медь. Видите, на зеленую некую штучку наводитесь и смотрите, вот у нас уже есть с вами одна медь. Дальше, когда сюда попадет тоже такая самая руда, можно ее, в принципе, включить и не переживать. Изначально она пойдет, получается, вот сюда. Ну, то есть, она будет идти вот так, вот так, вот так, налево, заполнилась. И будет заполняться и потихонечку добавляться то сюда, то туда. Вот, все, добавилось, видишь? 22 штучки тоже добавилось отсюда. Все, центрфуга тоже начала с нами, наша работать. Так, что у нас здесь? Углерод, вот, свинец, нормально. И вот потихонечку, помаленечку, понял, у вас будет дополнительный металл. Потому что рано или поздно, когда вы добудете на вашей планете все металлы, но они закончатся. Они не восполняются, если не ошибаюсь. Ну, то есть, если вы их добыли, то все, их больше не будет. Так, нам нужно водички попить. С вами сейчас мы ключик запрячем, запьем водички. Перекусим нашим энергетическим батончиком. И возвращаемся в центре фуги. Так, во, свинец, кремний у нашего уже есть. Так, здесь тоже, в принципе, должен пойти процесс. Сейчас, пока что-то дольше идет. Ну? Давай спустимся. Ну, показывай, 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 не переживай. Во, 40%. Сейчас давайте дождемся до 100%. Да, и вроде бы, когда ваша центрифуга полностью заполнится, и она перестанет, получается, работать. Ну, то есть, полностью забьется. У вас будет загораться здесь, по-моему, оранжевая кнопочка. Вот таким вот мигать будет. Просто в прошлом обновлении, я помню, что я, когда я копал, то оно набирается определенное количество. К примеру, там 100 железа, 50 того, 50 того. То оно перестает, и у вас оранжевым кнопочка загорается. Когда это произойдет, просто берете, открываете вот этот рычажок. Так, я полностью его открывать не буду. Открываете полностью рычажок. Колесо останавливается, и отсюда к вам будет подать металл. Ну, вот, давайте даже покажу. Сейчас мы открыли, к примеру, да? У нас замигала кнопка, а мы открыли, подошли. Ну, либо вам нужен металл. Сейчас оно полностью остановится до нуля. Отсюда должен будет выпадать металл. Вот так, наверное, будет видно. Так. Ну, вот, да, пошло, видишь? Опа, кремний, серебро, во-во-во. Через эту штуку потихонечку, помаленечку оно будет вот так выпадать. Если, к примеру, вы здесь собрали себе, не знаю, там 100 металл, а то оно будет по 50 просто выпадать. Думаю, с этим понятно, да? С этим всем разобрались. Давайте мы поднимемся. Я покажу, как бы летит это сверху, вот эта вот система. То есть, дипмайнер, труба раздаточная. Вы можете центрифулу ставить и, в принципе, сюда, в упор. Это не принципиально. Это, в принципе, не принципиально. Можете ближе ее ставить. Во, видишь, началось заполняться. Сейчас оно потихонечку заполнит вот эту вот трубу и заполнит вот эту. И оно, когда будет себя крутиться спокойно, оно потом будет потихонечку постепенно поступать. Можно было бы, конечно, поставить 3, но на 3 оно не справляется. Так что на 2 это самый идеальный вариант. Так что давайте посмотрим, сколько у нас. За то время, пока мы сейчас будем с вами строить улучшенную печку, наберутся руды. Так, надеюсь, с этим я понятно объяснил. Так что еще раз. Делайте вот такой кубик, зашиваете полностью стеклом, ну, как я это сделал. И потом, если вам надо, будет просто в руки ломик. Открыли, подошли, насобирали. И не забывайте закрывать, потому что на других планетах опять же шторм. Это у вас все унесет и повредится. Ну, а нам это не нужно, да? Так что едем дальше. Давайте строить нашу улучшенную печку. Вот я тут тоже подготовился. Нам нужно будет вот улучшенная печка. Нужен будет лист стали. Нужно будет электронные компоненты. Пассивка, две штуки. Мне нужна будет вроде бы, или одна, не помню. По-моему, одна. Идем. И вы улучшенную печку можете ставить, где хотите. Я ее буду ставить у себя вот тут, в домике. Здесь мы будем выращивать с вами еду. Плюс я здесь буду жить. Вот там вдалеке я себе поставлю кроватку. Но к этой комнате мы тоже вернемся. Я отдельно о ней расскажу, когда будем выращивать с вами продукты. Так, берем нашу супер печку. Супер печка опять же находится у нас в автолате. Так, пишем на набор. Нет, и набор улучшенная печка. Так, набор, 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 набор улучшенная печка. Да, просто пишите набор, и вот будет улучшенная печка. Нужен электриум, припой, кремний. Нажимаете на F1. Вот. Электриум, припой. Это все мы делали в прошлой серии, опять же, на той маленькой печечке. Так что это все будет вам доступно. Берем в руки нашу улучшенную печку. Ставим ее вот тут. Я оставлю место как раз себе под... Под этот, как его... Под приемник. Можно будет сюда вывести и забрасывать. Получается, эти какие... Наш металл. Так, что нам нужно? Нам нужно в руки взять лист. Взять горелку. Да, электрон... А, не сначала электронные компоненты. Хорошо. Раз. Листали. Два. И дальше отвертка. Хорошо. При. Есть. Все. Теперь у нас с вами есть готовая улучшенная печка. Сюда приемник. Отсюда будет выходить у нас с вами... Это как его... Уже готовый наш металл. Ему нужно будет электричество. И нужно будет сюда установить подачу газа. Да, верхний вентиль идет... Вот. Идет подача получается... Это как его... Давайте я... Нижний вентиль идет подача газа. 20 литров, видишь. Верхняя это чтобы... Отсюда вышли все газы. То есть, нижняя труба. Вот. Здесь будет подключено... Здесь будет подача... Нашего газа. Нижняя труба. Вот. Верхний выход, как и на той печке, на которой я у нас была. Чтобы все уходили газы. Чтобы остудить нашу печку. И чтобы она не рванула. Да, она может рвануть. Достроим. Потом покажу, как это бывает. Так. Нужно будет вывести с вами... Сделать вот так. Исходить на улицу. Закончить ее. Ну, в принципе, с этой печкой все. Ну, то есть, я строю вот так. И надо зашиваю. То есть, беру в руке. Если у меня стена осталась. Железная стена. Да, стена железа. Потом просто беру. Нет, не то. Железная стена. Я просто беру потом. И зашиваю вот таким вот образом ее. Ну, то есть, чтобы она была красива, к примеру. Так, на буковку С. Так, раз. Вот так, два. Можно печку высунуть чуть-чуть ближе вот сюда. Чтобы вот этой вот, где подключаем электричество, находились здесь. И можно будет полностью вот так зашить. Ну, то есть, чтобы у вас ее здесь не было полностью видно. Но, так как она мне, в принципе, не мешает, то и так мне пойдет. Давайте разберем. Так, не то. Не то. Отлично. Печку мы-то построили. Это все хорошо. Но теперь нужно ее заправлять. Что для этого нам понадобится? Нам понадобится с вами сделать систему. Во-первых, для подачи нашей смеси горючей сюда. И плюс нужно будет смешать саму смесь. Идемте. Я там уже построил. Покажу вам систему, как это все будет работать. Так. Солнышко садится. Нет, солнышко встает. Так, что нам понадобится? Давайте я взлечу. Я сейчас полностью расскажу, что это за система. Так же не переживать. Взлечу. Так. Вот это вот оранжевое. Нам нужен будет изоляционный бак. Один. Он будет у меня оранжевый. С этого изоляционного бака мы будем заправлять, получается, как раз нашу горелку. Вот эту вот газовую горелку. Будем ее заправлять. И плюс будем заправлять нашу печку. Здесь будет у нас смешанные газы. Дальше нам понадобится два еще вот таких вот. Белые и красные. Я их перекрасил. Они по-стандартам, по-моему, идут оранжевые. Вот нужно будет два баллона. Потом нужен будет воздушный фильтр. Два штуки. Одна пассивка. Один измельчитель льда. И куча проводов. Давайте я взлечу. Примерно вот на таком расстоянии. Ну и посмотрите, как оно у меня все подключено. От холодильника, получается. Ну вот измельчителя льда у нас идет труба. Наш воздушный фильтр. С воздушного фильтра. Это вход идет. Здесь идет выход готового уже газа, который нам нужно будет добыть. Вот в это вот сюда. Вот выход идет в следующую, получается. В следующий. Давай приземлимся, чтобы он не играл. Следующий воздушный фильтр. То есть отсюда выходят все ненужные газы. Здесь вход. Здесь выход того продукта, который вы хотите добыть. Ну то есть мы оттуда добываем кислород. Нужны будут вот такие вот баллоны. Дальше идет выход выхлопных газов, которые не обработались. Они поступают так же самое сюда. Отсюда выходит, сюда получается готовый продукт. Отсюда все лишнее выходит в атмосферу, если она у вас такова и есть. Как нам построить вообще этот воздушный фильтр? Давайте мы его разберем. Так, труба. Что нужно? Дрель. Когда вы сделаете там воздушный фильтр, найдете. У вас будет вот такая штука. Нажимайте на ее. Правая кнопка мыши. И смотрите. Первый идет у вас кондиционер. Так, где у нас находится воздушный фильтр? Пошлите, покажу. Воздушный фильтр, если я не ошибаюсь, он находится либо в электронике, либо взгибатели труб. Так. Воздушный... Нет, не то. Так, до сюда. Вот. Нет, не, воздушный фильтр, воздушный фильтр, воздушный фильтр. Где ты находишься? Честно, не помню. Сейчас нужно будет посмотреть. Будет написано воздушный фильтр. Так, так, так. Сейчас, секунду, секунду. Самому, кажется, вспомнить. А, вот набор атмосферы. Он находится у нас с вами в взгибателе трупов. То есть подходите, находите набор атмосферы. Вот он находится. Делайте золото, медь. Когда вы его сделали. Идете к вашему месту. В это место можете строить как внутри, так и снаружи. Нажимаете правой кнопкой мыши. Видите, да? Первый у нас идет обычный кондиционер. Он нам не подходит. На себя, крысикой мышки. Раз. Воздушный фильтр. Крутите, чтобы, получается, на вас смотрели вот эти вот два фильтра. Вот эти вот. Я тут еще не закончил ремонта. Падаем. Вот. Вот таким вот образом. Поняли, да? Потому что берете в руки, по-моему, трубу. Труба раз. И... Кусачки вроде бы, да? Понадобятся или нет? Отверкаем от кабеля. Хорошо. Берем в руки отверку. Все. Готово. Потом делаете фильтры с кислородом. Вставляете сюда. Фильтры с кислородом. Находится в сгибателе труб. Вставляете фильтр с кислородом. Тут вставляете фильтр летучее вещество. Потом берете, включаете. Давайте покажу. Я здесь наделал себе чуть-чуть. Потом включаете измечитель льда. Включаете фильтр раз. Включаете фильтр два. Засовываете в измечитель льда. Летучее вещество. И теперь, если вы посмотрите в планшет, то здесь у нас будет кислород. Он поступать, получается, не будет в этот бак. Ну, то есть, летучее вещество вот у нас находится. Вот оно сейчас будет заполняться. В эти баки заполняться не будет, если у вас будет установлен вот этот вот фильтр. Поняли, да? Отсюда идет вход. Оно фильтруется. Смотрит здесь. Ага, нет ничего полезного. Весь выхлоп выходит вот сюда. И теперь оно должно здесь будет заполняться. Видишь, пошло. 29. 3,3. И так постепенно, не спеша, у вас здесь будет заполняться. Нам нужна смесь. Получается, будет летучее вещество и кислород. Не знаю, просто сижу, думаю, понятно ли я. Объясняю. Еще раз. Здесь у нас измечитель льда. Два воздушных фильтра. В один становляете кислород. Во второй углекислый газ. Так, на джей. Вот идет труба. Вы вводите потом трубу из кислорода. Вот так, таким вот образом наверх. И подсоединяйте вот на таком вот вентиле. Газовый сместитель называется. Чтоб оно смотрело у вас. Кислород, получается, идет в этот вход. И из этого, как и у летучего вещества, так же самая труба выходит. И заходит в этот вот вход. Устанавливаете здесь 67% на 33%. То есть смесь, это как и у летучего вещества, будет поступать у нас 67% в нашу бочку. А кислорода будет поступать 33%. Как понять пропорцию? Заходите в газовую горелку. Скидываете ее на пол. Берете в руки планшет. Наводите. Видите? Там 66% и 33%. То есть летучее вещество оно 66% и 7%. А кислорода у нас 33%. И это типа идеальная смесь как раз будет для нашей печки и для нашей газовой горелки. То есть разобрались, да? Когда вы здесь себе наполнили. Мне переставило работать. Выключили. 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 Вы заполнили себе полностью водой, заполнили кислородом и летучим веществом. Все остальное, примесь, оно просто уходит в атмосферу. Здесь у нас пусто. Здесь я еще не подключал, еще ничего не смешивал. Заходим, получается, вот сюда, наверх. И смотрим. Тут у нас пустота. Вы видите, да? 0 в баке. Подходим. Нажимаем на стрелочку. И теперь оно должно будет смешиваться. Вот видите. 67 и 33. Ну почти 33, 32. Вот оно заполняется. Нам будет заполниться до такой степени, пока мисс у вас не закончится. Конкретно вот в этом месте. Газ. Ну, я думаю, нам, в принципе, этого достаточно выключаем. Еще раз объяснить. Я просто не знаю. Я уже привык это все делать. У меня на автопилоте. Я понимаю, зачем, куда идет. Сейчас мы поменяем батарейку. Сейчас мы поменяем батарейку. Я иногда, когда рассказываю, боюсь, что я сильно непонятно-то делаю из-за умного. Давайте еще раз залетим. И попробуем еще раз это все объяснить. Это нам нужна вот такая вот будет система для заправки нашей лучной печки и для газовой горелки. То есть еще раз. Берем измечитель льда, труба, воздушный фильтр. Вход. Эта вот сторона идет. Выход. То, что вам нужно. Вот сюда. В этот баллон. Дальше все примеси, которые не смешались, они выходят вот сюда. Заходят. Ну, то есть это остатки. Вы закинули, к примеру, там летучее вещество. А там есть не только летучее вещество, но еще какие-то там нитраты, химикаты. То они будут выходить как раз полностью отсюда. Все, они зашли в этот фильтр. Здесь отфильтровались. Все лишнее, все ненужное, оно выходит. А сюда поступает. Потом мы ведем отсюда трубу. В наш газовый сместитель. Да. Как крутить. То есть, если вам нужно, к примеру, там 67 и 33. Если вы просто будете клацать на колесико, то у вас будет там по 10 делиться. Нажимаете на буковку С. Видите, вон написано на буковку С. На буковку С нажали и можете по одной штучке крутить. Поняли, да? Если вам надо, там 68, к примеру, по 168. У меня на 67. Отпускаете буковку С. И все, я буду дальше по 10 вам крутить. Все, оно смешалось. Теперь нужно сейчас будет закончить с этой трубой. Нужно будет вывести трубу. Секундочку, ребятки. Секундочку. С этой трубой вывести ее. Получается, я думаю, куда-то вот сюда. Не-не-не, мне вбок можно? Нет, вбок нельзя, хорошо. Тогда сделаем вот так вот. Чтобы лишнее давление, все лишние горячие газы, которые будут выходить, они у нас будут выходить вот в эту вот сторону. Я думаю, берем с вами вентиль. Установим, наверное, его. Давайте вот сюда. Да, вот сюда. Вот так. И теперь, когда я буду выпускать лишнее давление в улучшенной печке, все лишние газы будут с этой стороны вот сюда просто уходить в атмосферу. Сюда желательно не подводить, чтобы не рвануло, а куда-то подальше. Потому что бывает иногда и пламя с него выходит, чтобы здесь у вас никакие постройки, к примеру, там не повредились. Все, с этим, я думаю, мы с вами разобрались, да? Идемте проверим, насколько оно работает, либо оно не работает. Потому что я здесь хорошо все рассказываю. Сейчас посмотрим, выключил ли я все. Да, я выключил, выключил, выключил. Здесь у нас с вами есть, есть. Я думаю, нам хватит. Что мы на этой печке с вами сейчас сделаем в первую очередь? В первую очередь мы с вами... Давай... Это сюда, можно пока мы это закрыть. Сделаем с вами очки. Они у меня есть, я с помощью них фармил. Но попробуем сделать плав и попробуем их сделать. Какие очки нам нужны? Заходите... Это как его для инструментов, производителей инструментов. Заходите сюда, спускаетесь вниз. Только нужен будет улучшенный, производитель инструментов. Потому что в обычном выводе найдете. Заходите вниз и ищите, ищите... Девы... Девы, девы, девы... Ага, вот. Сенсорные линзы. Что нам нужно? Нам нужна сталь, нужно кремний и нужен... Инконель или инконель. Так, сталь и кремний, это понятно. У нас с вами есть, да? Вот кремень, вот сталь. Мы делали это все на обычной печке. А вот этот инконель, инконель нам нужен будет сделать с вами здесь на улучшенный. Так, что мне для этого понадобится? Давайте смотреть. Нажимаем F1, смотрим. Инконель. Так, золото, сталь и никель. Золото 0,5, сталь и никель. По 0,25. Так, у меня здесь есть сталь. Слиток стали 29. Хорошо, давайте мы с вами сделаем сталь. Так, дай-ка мне ломик. Ну, чтоб ту не трогать сталь. Так, пока месь, постой. Нужно будет так и нужно будет так. Тебя мне нужно будет 10. Хорошо. Тебе мне нужно будет 30. Хорошо. Закрываем. Нужно с вами есть, да? Да. Летучее вещество на этой печке. Мы с вами сейчас как раз сделаем сталь. Пока месь продвинутую трогать не будем. Сделаем на этой. Так, раз, два, три, четыре. Так что? Ага, трубу прорвало, да? Но ничего страшного бывает. Давайте заменим трубам. Так, берем в руки трубу. Рувануло. Но ничего страшного, такое бывает. Перед звуковой из нас дно не вырвало, да, ребят? Так, один. Все, запускаем. Берем 30. Берем 10. Все, и смотрим. Слиток стали мы получили. Отлично. Есть. Дальше, что нам нужно? F1. Никель. Никель тоже 40 возьмем. Так, возвращаемся. Закрыто, окей. Ломик, стекло. Ищем никель. Где наш никель? Вот наш никель. Тоже нужно будет 40. Так, раз, два, три, четыре, пять. О, 40 штучек есть. Отлично. Отлично. Угу, и зюэта. Зюэта 80 штучек мне надо будет. Блин, ладно. Помучимся так немножко. Да, это долго, да, это... Ну, стой, 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 стой. Это нужно так открывать, но мне так удобнее, не знаю. Я так люблю. Берем зюэта. 80 штучек, 50. И 30 надо будет с вами так разделить на пополам. И 30 штучек. Все, отлично. Теперь точно, думаю, все шикарно. Ломик мы убираем. Закрываем. Трубу мы сейчас тоже с вами уберем. И пойдем готовить сплав. Так, отлично. Смотрим, закрыто. Закрыто. Включаем печку. 40 никель. Так, чуть-чуть дадим газку, чтобы она начала работать. Температура повышается. Да, температура повышается. Все, отлично. Слиток стали. Можем так даже положить. Она сейчас его заберет. Хопа. Отлично. И хопа. Ну. Ну давай. Ну, открой ротик. Давай. Ой, ага. Че так долго? Ладно, прокачаем. Закрыли. Во. Все, хорошо. Нажимаем F1. Если у вас не хочет идти, но сюда изначально, просто на десяточку открыли, ботыркали красную кнопку, температура пошла, закрыли. Все, накидали все сюда. Теперь заходим, смотрим, какая температура. Так, температура 100 кк и давление 24 мп. Хорошо. Смотрим. Температура минда 100 кк, давление 24 мп. Тогда мы берем с вами, открываем на 20-ю лечку, даже на 30-ю лечку. И ждем. Нужно давление в 24. Давай, давай же на 50-ку сделаем. Проклацали. Сейчас у нас температура и давление повысится. 100 кк у нас есть. Хорошо. Теперь мне нужно 24 добиться давления. Давай еще на 70 откроем. Да, ребята, это не все так быстро, так что ждем вместе с вами. Мне нужно 24 будет. Ждем 24. Все, шикарно, шикарно, шикарно. Еще чуть-чуть. Вот когда вы на зеленую штуку наводитесь, вы увидите, что у вас готово. Ну, либо смотрите на красную кнопочку. Когда она загорится зеленой, тогда то, что вы туда закинули, будет готовым. Можете сейчас обратить даже на это внимание. Сейчас это дойдет до 24 давления. Давай на 80, на 90 поставим. Все, давление потихонечку растет. Сейчас, как загорится наша зеленая и красная кнопка. Ну, красная кнопка с зеленым загорится, значит, будет готово. 23, 2. 23. Давай, давай, давай. Во, все, загорелось. Видишь, выключаем. Зеленым загорелось. Все, слиток инконеля, инконеля. Конеля у нас готов. 40 штучек. Теперь идем вот сюда. Засовываем. Засовываем сюда стали кремнией. Но у меня уже готово, так что я не буду. Просто показал, как я это делаю. Но чтобы не говорили, что ага. Сам не знаешь, как делать, а нам тут что-то рассказываешь. Все, готово, да? Сделали мы вот с вами вот такие вот очки. Для этих очков нам еще понадобится, во-первых, батарейка. Желательно хорошая. И понадобится вот такая вот сим-карта. Оранжевая. Сканер root, видишь? Золото, медь, кремнии, железо. В принципе, ничего сложного. Когда вы это все сделали. Вот вы сделали, да? Берете очки. Нажимаете на очки. Вставляете батарейку. Вставляете блок обработки. Выходите на уличку. Закрываете. И включаете. И радуетесь жизни. Теперь вы видите, где находятся ваши металлы. Все, что вам нужно. То есть, можете бегать, лутать спокойно в любом количестве. Вот такое вот количество железа и вот такое вот количество руды я наутал за два раза. Как я это делаю? Подходим же опять же к этой вот штуке. К принтеру инструментов. Нажимаете на поиск. Поднимаете вверх. У вас есть такой вот поиск шахтера. Она стоит 3 железа. Копеечка, да? То есть, делаете поиск шахтера. Как у меня вот здесь. Нажимаете на рюнзак. Все лишнее выкладываете. Берете поиск шахтера. Раз. Два. И так заполняете поисками шахтера полностью себе весь ваш инвентарь. Помимо у вас еще вот поиск шахтера висит. И к примеру, давайте покажу. Вы включаете очки. Берете в руки бур. Где наш бур есть. Вот наш бур есть. Берете в руки бур и начинаете, к примеру, там заполнять себе, да? Ваш отсек. Вот слева вы видите, да? То, что заполняется. К примеру, вы заполнили полностью все. Вот это вот поиск шахтера. Просто берете и перетягиваете его на пустой. Нажимаете на пустой поиск шахтера, чтобы видеть, сколько у вас здесь чего. И начинаете дальше работать. И так, пока вы полностью не заполните все ваши материалы. Потом приходите просто на баску. Где у вас место, любимое для хранения всего этого металла? Приходите на баску. Складываете это все. Ну, я складываю вот в такой вот кубик. Не знаю, мне так больше нравится вот этот вот кубик. Сюда складываете, закрываете. И моя прелесть. Просто наслаждайтесь таким количеством всего. И дальше вы можете уже спокойно себя строить. Любые пирамидки, халабутки и здания, которые вам надо. Так, давай смотреть, что у нас по поводу нашей центрифуги. Так, за то время, пока мы с вами построили печку. Видишь, у нас железо 53, золото 4, медь 12, углерод и так далее. Кобальт. Есть. А ты здесь у нас почему не хочешь? Почему ты не хочешь? Ага, возможно я... Да, ребятки, я ошибся. Я таки извиняюсь, признаю свою ошибку. Сейчас у нас отсюда все полетит. Сейчас отсюда у нас все полетит. К сожалению, придется разобрать вот эту вот штуку. Я не то поставил. Да. Да, 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 да. Нам нужно будет сюда с вами поставить просто... Транспортировочная труба угловая. Вот такая вот. Вот. Не раздаточная, а вот такая угловая. Так что я таки извиняюсь, кто построил изначально и у него не пошло. Признаю свои ошибки. Так, а мы тебя, зайчик, соберем сейчас. Не пропадать же добру, правильно? Да, записываю все один раз. Такие с первого дубля, так сказать, не использую. Нет, никаких... Ладно, пусть лежит. Никаких сценариев. То, что я помню, то, что в голову пришло, так и записываю. Но да, могу ошибаться. Ну, если вы полностью серию посмотрите, то вы поймете, как говорится, что было не так. Я исправляю свои ошибки. Так, дай сюда, дай сюда. Опять же, дай... Вот выложим. Тоже выложим. Она нам не нужна. Угловая труба. Выложить. Взять руки. Выключить. Нет, выключить, я сказал. Открывается. Берем в руки. Хорошо. Включаем. Берем углов... Алло, ты чего? Кто выпал? А ты кто? Во, 36. Отлично. Берем в руки нашу угловую. Вот угловая труба. Мне нужно, чтобы она смотрела. Получается... Вот так вот. Все. И теперь она должна будет заполнять тебя. Правильно? Вот. Вот так вот. Отсюда она входит. Все, да. И дальше она заполняет тебя. Я понял, что низкий заряд. Так, а тебя мы пока можем поклаживать сюда. Ты нам пока мы в принципе не нужен. Сейчас возьмем батарейку, поменяем. Уберем наши пояса. То есть поняли, да, как я фармлю быстро, много и сразу получается. Я делаю там 3-4 захода. Первый заход делаю полностью все на металл. Потому что металла много уходит. А все остальные заходы так уже по мелочи. То золото, то медь, то еще что-нибудь. Так. Все. Здесь работает. Здесь тоже работает. Работаешь? Да, работает. Все. Угловую трубу нужно будет поставить, чтобы она сюда был приемник. Все, все отлично. Вот, как я говорил, что батарея у нас садится. Но, хуй себе пашет потихонечку, как говорится. Вам в любом случае оно пригодится. Но единственное, что эта штука не добывает летучее вещество. Вот это вот. И не добывает, получается, оксид. Что у нас добывает летучее вещество и оксид? Вот, если я не ошибаюсь, есть такая штука, как малый рудокоп. Либо что-то в этом плане, я помню. Где-то он тут находится. Какая-то из этих машин. Не помню конкретно какая. Может, в следующей серии построим ее. Где же ты? Где? Где-то должен, короче, находиться либо рудокоп, либо как-то эта машина называется. То есть, штука, которая будет добывать нам с вами оксид. И будет добывать с вами летучее вещество. Мы ее установим, к примеру, в эту штуку. И она тут будет нам дальше копать. Нужно будет ее найти. И так же самое я делаю здесь такую же самую трубу транспортную. Здесь я делаю полный вакуум. Если мы не сделаем полный вакуум, к примеру, вот у меня солнышко, да? Ой, беру в руки оксид. Отделить в руки. Опа, и он исчез. Отделить кинул. Опа, он испарился. Солнышко. Мне нужно будет, чтобы вот такая вот транспортная труба внутри был полный вакуум. И ждать ночи, к примеру. Но, либо, если это горячая планета, здесь делать входную дверь, как на баске. Делать полный вакуум, заходить и туда забирать. С этим мы с вами тоже разберемся. Я поищу. Если не забуду, то в следующей серии, когда мы здесь, в этой комнате, будем с вами строить для растений наше помещение, то построю и эту штуку, этот рудокоп. Честно, не помню, где он находится, как он, в принципе, и выглядит. Потому что я играл давно. И не совсем уверен, что либо в этом, либо где-то здесь он должен быть. Ну ладно. Так, по поводу печки, я что хочу сказать. Здесь ее можно выключить. Давайте мы с вами сохранимся. На вот это вот сохранение. Все. Есть. Если, к примеру, вы включили вашу печку, и здесь у вас, чтобы давление выходило наружу закрыто, видишь, по нулям. А ты, к примеру, сделал вот так. На соточку. Работает. Работает. К примеру, поставил там на соточку, да, и что-то забыл, ушел куда-то фармить или еще что-нибудь, то ваша печка, когда дойдет до определенного давления. Сейчас давай посмотрим, есть ли у нас вообще, в принципе, там, чем ее набирать давление. Или мы все истратили. Нет, еще есть. Ну, давай, наверное, еще включим на немножко. Еще заполним. Так, отлично, побежали домой. Сейчас попробуем набрать критическое давление. Попробуем бахнуть. Давайте, чтобы ускорить этот процесс, у нас с вами есть вот такое вот летучее вещество. Мы только чпуньк. Опа, давление начало расти. К примеру, если вы отошли и не следили за этим всем, и у вас давление набирается, 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 то может произойти вот такая вот штуковина. Давай добавим еще и тебя. Так, ну. Бум. Да. И когда у вас произошел вот такой вот бум, чисто случайно. Сейчас мы должны будем с вами возродиться. Пусть и... Вот, возродиться. И когда у вас произойдет вот такой вот... Бик-бадабум. У вас начнет все гореть. И палать. У вас разнесет полностью ваш вакуумный домик. Разнесет все, что здесь находится. Раскидало когда все. Разнесет все ваши баллоны. Баллоны тоже взрываются дальше. И вот этот момент. Например, вы долго строили, 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 строили. И тут забыли. Это только бум. Вам придется начинать все заново. То есть, когда вы... Так. Покинуть сессию. Когда вы что-то делаете, допустим, что-то опасное, либо вы не уверены, что у вас работает, просто сохраняетесь. Изначально вы сохранились. Можете создать новое сохранение. Там 2-3. Подходите и начинайте с этой штукой работать. Потому что, к примеру, если бы я сейчас не сохранился, я записывал серию 40 минут. Вот я построил себе, получается, дипмайнер, построил себе газы, построил себе печку и все остальное. Если бы она бахнула, мне пришлось бы начинать бы все заново в последний момент, как я сохранился. То есть, с этого. Как я вам говорил, ребята, всем приветствую. Всем там муси-пуси, куси-пуси. Поняли, да? То есть, следите за этим. Сохранились. Дальше строите что-то опасное.